на своем канале я уже показывал несколько версий монополий но так и не затронул самую основную классическую монополию именно она известна во всем мире именно они вспоминают в первую очередь когда речь заходит о настольных играх эта версия игры полностью соответствует той которую придумал чарльз деру в 1934 году за 80 с лишним лет с разной периодичностью меняются только игровые фишки открыв коробку с игрой первая вещь которая попадает в руки правило если не вдаваться в детали они интуитивно понятны и знакомы многим игроки выбирают фишки получают на руки по полторы тысячи условных монет располагаются на старте и подчередно ходят на количество шагов выпавшие на кубиках цель игры сделать всех противника банкротами скупая недвижимости собирая с них ренту сразу хочу остановиться на двух важных базовых моментов чтобы к ним потом не возвращаться сделав полный круг по полю и пройдя клетку вперед игрок получает от банка 200 монет попав на клетку налогов придется расстаться с частью капитала одна из клеток отправляют в тюрьму из которой при необходимости можно выбраться несколькими простыми способами так выглядит пачка всех денег в игре версии монополии с банковскими картами их нет но мне кажется с бумажными деньгами играть интереснее разве что хотелось бы материал более износоустойчивая не простую бумагу кубики в комплекте из отличного пластика большие и приятно тяжелые относительно них есть несколько правил если игрок выбросит дубль он ходит еще раз а вот если дубль выпадет трижды подряд придется сесть в тюрьму красный кубик нужен для игры по ускоренным правилам циферные грани добавляют число шагов автобус позволяет выбрать на сколько шагов пойти на сумму или значение одного из кубиков мистер монополия дает возможность после основного хода приобрести ближайшую свободную недвижимость игровые фишки в монополии также называются токенами это пожалуй единственный элемент который часто подвергается изменениям в моем издании это шотландский терьер кошка цилиндр тачка машина наперсток сапог и линейный корабль уже 80 лет среди токенов можно встретиться по корабль машинку наперсток и цилиндр на пять лет меньше в игре тачка и скотти а вот кошка появилась только в 2013 году в 2017 году hasbro провели народное голосование за игровые фишки и в нынешних наборах сапог наперсток и тачку заменили на тирекса пингвина и резиновую удочку если в конце хода игрок остановился на клеточке шанс он вытаскивает одну из 16 карточек из соответствующей стопки и выполняет указанное предписание в большинстве случаев карточки отправляют игрока в другое место на игровой доске реже карточки приносят неприятные сюрпризы в виде денежных расходов и всего пару карт могут дать выгодный бонус абсолютно такие же условия действуют в отношении карточек общественная казна разве что почти все предписания касаются денег и хороших новостей для игрока на карточках в два раза больше чем плохих попадая на ничейную клетку недвижимости игрок может приобрести собственностью банка по рыночной стоимости за что получит соответствующую карточку цветные карточки это улицы и чем больше карточек одного цвета у игрока тем больше придется заплатить противнику при попадании на занятую клетку кроме цветных улиц есть станции с ними все проще больше станции больше сумма ренты для оппонента с коммунальными предприятиями иначе рента зависит от суммы цифр выпавший на кубиках не запутаться поможет карточка собственника на ней расписаны все условия ренты для вашей недвижимости как только игрок заводиев недвижимость одного цвета он может приступить застройки участков домами и впоследствии отелями это дорогое удовольствие но и рента для противника созданиями врастает значительно в комплекте все продумано для удобства игроков нижняя часть коробки отличный органайзер для карточек денег и других компонентов игры с ним управление активами для банкира не доставит хлопот если вы играли в более дешевые аналоги монополии вроде вабанки капиталист то это достоинство оригинальной игры от hasbo придется вам по вкусу игровое поле расположено на складывающемся плотно спрессованном картоне который наверняка с легкостью выдержит не одну сотню партий игры монополия игра с долгой и богатой истории а процесс создания первых прототипов игры описывается в источниках как настоящая легенда у игры не отнять увлекательный процесс несмотря на очень длинные игровые сессии но даже с массой более дешевых аналогов и копий советую познакомиться с игрой производства hasbro которые точно порадуют качеством исполнения тем более что по разным акциям можно приобрести классическую монополию за совершенно вменяемые деньги спасибо за просмотр вы смотрели канал колфилд если понравилось обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал